Хотел бы сказать одну простую вещь. Осенью наступят страшные времена. Закончатся вот эти фонды, которые копили, 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 и потом вдруг взяли и спустили все буквально, ну, в течение полугода. Вы заметили, да? Вот придет это время, придет это время, и вы поймете, что сейчас мы все еще живем в счастье и спокойствии. И наступят такие страшные времена, и они наступят, это обязательным образом. Если мы, мы вот, своих соседей, своих родственников, своих друзей не приведем в наши ряды, вы понимаете, что вот мне, например, стыдно перед вами всеми, потому что мы, поколение вот этих седоголовых, это мы виноваты в том, что такая власть. Потому что мы вместо того, чтобы с ней бороться, мы сидели, пили вино, сидели, жрали, условно говоря, вермишель с хлебом и считали себя хозяевами страны. Чем кончилось? Оно еще не кончилось, но к этому идет. Так вот, я хочу сказать, вор должен сидеть в тюрьме. 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 Спасибо. Все поняли. И это самый главный тезис. Если мы сможем сломать эту власть, переломать ей хребет и пересадить воров, они все сами вернут. Все это увезенное за границу. Все сами, когда он сидит в тюрьме, ему говорят, если вернешь деньги, выйдешь через 10 лет. Если не вернешь деньги, никогда не выйдешь. Конечно, они вернут. Вот куда мы должны стремиться, и вот к чему мы должны все, чего хотеть. Потому что наши дети, наши внуки должны жить в этой стране. И она должна называться Россией, как и сейчас называется. А если мы ничего не предпримем, не будет России. Через год, два, три ее растащат по кускам. Вот увидите. Все я сказал.